64 мероприятия с охватом в несколько тысяч человек. Такие результаты показал Совет в этом году. Культурные, интеллектуальные, спортивные события КВН. Работающая молодежь старается охватить все сферы социальной жизни, в том числе и добровольческую. Депутат Госдумы Альфия Кагогина поблагодарила челнинскую молодежь за неоценимый вклад в развитие волонтерского движения. Вы помогали словом делом всем, кто в этом нуждается. Мы получили лекарства больным, навещали одиноких пенсионеров, людей. Иногда у меня получалось работать вместе с вами. Большое спасибо вам, каждому из вас, кто по зову сердца стал дарить добро тем, кто в этом нуждается, стал волонтером. Сегодня в Совет входят 27 молодежных объединений предприятий города. Если же говорить о численном составе, то большинство за представителями КАМАЗа. Но это только пока. Главная задача Совета в том, чтобы представительство и количество участников росло год от года. Вся работа построена на чисто человеческих отношениях, на активности людей. Тот человек, который работал на предприятии, например, ушел вдруг, а потом возвращается к нам в общественную организацию, уже представляет другой предприятие, говорит о том, что все строится на инициативе. В этом году Совет отметил свое 20-летие. Некоторые проекты, зародившись в самом начале, живы и по сей день. К примеру, в этом году состоялась уже 20-я спартакиада работающей молодежи. По ее итогам, обладателем Кубка стало предприятие «Ремдизель». Молодежь – это та энергия, которая, во-первых, делает жизнь всех поколений очень комфортной. Это вы придумываете. Самые легкие стартапы, которые там доставкой, это вот все вы. Это вот… И высвобождается время для того, чтобы заниматься и спортом, и развивать интеллект. Потому что только юмор – признак интеллекта. Спасибо. Главной целью Совета на 2022 год станет разработка общегородской программы. В нее войдут значимые мероприятия и проекты, призванные поддержать развитие молодежного движения в организациях города и личную мотивацию его активистов. Свои идеи на этот счет КамАЗовская молодежь уже озвучила. Константин Величко, Олег Городьков. Вести КамАЗ.